Наконец-то я добралась до коробки, где у меня находилось все новенькое для дома. Помните, еще на съемной квартире я вам показывала все это, ну в таком запечатанном виде. Сейчас все это распечатываю по сбор коробок макулатуры. Достала тарелки, это комплект по 4 штуки, большая, такая глубокая идет и десертная. Хотя, честно говоря, десертная, она такая тоже большая. Это такие тарелочки вот именно на каждый день. Ранние мисочки, которые я показывала, тоже видите, как сочетаются эти цвета, они очень хорошо смотрятся вместе. Более того, у меня есть еще и желтые, правда всего две тарелки желтые, они с сиреневым, да и синим тоже будут прекрасно сочетаться. У меня здесь лежит фруктица, но судя по размерчикам, это больше ягодница какая-то или конфетница. В общем, это больше, наверное, подойдет для действительно что-то такое мелкое выложить, какие-то бутерброды, знаете, такой фуршет организовать. Потому что, хотя вот эта вот палочка, она прям тяжеленькая. Далее подносы, отдельный поднос у меня как раз, чтобы с трамвайчиком и с велосипедом на декоре сочетался, ну там цвет такой. И здесь будут стоять средства для посуды, жидкое мыло, губка, но вот еще в чем это все будет, то есть баночки, я еще не подобрала. Но вот подносик именно этот. Так, далее у меня комплект из двух подносиков одинаковых, единственное по размерам, они разные. Вот этот поменьше планировала в ванную комнату, но сейчас так прикинула, мне кажется, большой будет. Посмотрим, надо все мерить, еще видите, этикетку не срезала. А большой для кухни, тоже несколько вариантов, либо его использовать именно как переноску, хотя у нас есть огромный манговый поднос для переноски. Шикарный, деревянный, я вам показывала. Но иногда, допустим, всего лишь две там кружечки кофе отнести на балкон, хватит и вот этого подносика. Либо в него как раз воду организовать, поставить, а может быть для фруктов поднос будет. Посмотрим. Сейчас как раз буду, знаете, ходить по дому и мерить. Вообще изначально планировала его для кухни, вот этот побольше. Далее у меня тут две вазы, тоже сейчас думаю, наверное, прямо в этой коробке и оставлю их в этот, в пенал, чтобы не падали. Они тут устойчиво так хорошо стоят, а уже когда появятся у меня цветы в доме, то буду доставать и менять по настроению. То вот голубую, то зеленую. Вообще, конечно, тоже в планах было так, одна для кухни, другая для гостиной. Но в гостиной не скоро еще будет стоять ваза, потому что просто нет мебели, куда поставить эту самую вазу. Вот буду их чередовать на кухне. Тоже пока не могу выставить, потому что нет стола у нас. Так, все это сейчас надо убрать и отнести. Собрала я фруктицу-ягодницу, конфетницу, не знаю. Она, конечно, крошечная очень, совсем маленькая. Я думаю, что она больше подойдет именно какие-то бутерброды, например, с икрой. Ну, это, к примеру. Любые какие-то закуски небольшие, конфеты, печенье выложить для себя, для гостей. Ну, она такая, знаете, нарядная. Вот, пожалуйста. Таким образом это выглядит. Чтобы было более-менее понятно, насколько она маленькая, вот крошечные яблочки. Ну, не крошечные, ну, согласитесь, небольшие. Два яблока. По сути, здесь нормально, ну, сколько? Раз, два, три, пять, шесть яблок влезет сюда. Сюда можно положить там, не знаю, тоже что-то мелкое. Крупные яблоки, апельсины, бананы. Если фруктов сразу намыть много, понятное дело, это этажерка не для, ну, это не вместит в себя столько. Но, вот как раз-таки другого плана, там, какие-то бутербродики, какие-то пирожные, может быть. Вот, будет вообще шикарно смотреться. В любом случае, я довольна. Она красивая. Еще одно приобретение для дома от Ларедут, это скатерть. Здесь 55% льна и 45% хлопка. Она такая, знаете, серая, как раз очень хорошо подходит под нашу кухню. И она такая, знаете, фоновая скатерть. Смотрится, по крайней мере, на картинке смотрелось шикарно. Нам еще стол не приехал, не могу пока померить. Но, почему я выбрала именно серую и вот такую, без рисунков, никаких там узоров нет. Это хороший фон. На стол я могу украсить цветами, подсвечниками, еще каким-то декором, посуда. И вот пусть это все на себя привлекает внимание, нежели, допустим, скатерть. Плюс она идеально вписывается в интерьер нашей кухни. Ну и, конечно, то, что она такая, знаете, плотненькая. Это лен с хлопком. Такая, знаете, добротная, хорошая скатерть. Что касается размера, я взяла 150 на 250. Сейчас тоже ее простерну на такой быстрой стирке. 40 градусов, я думаю, вполне хватит. Сюда поставили пока вот эту нашу лавку. Она из Икеа. Когда-то это была обувница. Ну, не спешите писать, как в комнату поставили обувницу. На самом деле на ней обувь стояла только здесь и исключительно в таком черном плотном поддоне. То есть на самих вот этих решетках, деревяшках обувь никогда у нас не стояла. Более того, конечно, я ее помыла, обработала антисептиком. Так что здесь можно хоть трусы класть, ничего не будет. Так, сюда мы ее поставили временно, потому что она в коридоре мешается. Вообще, думаем, ее на балкон потом поставить. Она может служить либо как лавкой, либо там цветочки рассадить. Ну, в общем, пока не знаю. В любом случае такая классная вещь, которая везде всегда пригодится. Вплоть даже вот в кладовку отнести. Но в кладовку мы ее не отнесем реально или на балконе. Посмотрим. Она как раз сейчас стоит в том месте, где будет у меня туалетный столик. И я еще, знаете, так прикидываю, какой же мне нужен туалетный столик. В общем, мы решили заказать его у тех же мебельщиков, которые нам делали гардеробную и прихожую. И вот сейчас я пытаюсь понять, что мне надо. Начертить там ящички или там не знаю, что, сколько их должно быть, как это все будет выглядеть. Зеркало будем покупать отдельно. И, в общем, сейчас на этапе проекта, короче. Шторы висят и нас радуют, очень уютно. Единственное, я не спешу их отпаривать, потому что сами шторы очень тяжелые. Вот если тюль, он легкий, то вот шторы тяжелые. И я решила, пусть повисят недельки-две. Они от своего веса еще немножко выпрямятся. И мне потом будет проще их отпарить. Те же вот всякие вмятинки уже, вот, вот здесь уже полегче все это дело. Кстати, тюль сам по себе очень хорошо распрямился. Остались буквально, знаете, вот незначительные, видите, складки, которых, кстати, не видно. Особенно, когда вот штору так сделаешь. Ну, тюль я в любом случае тоже отпарю. Знаете, так пройдусь для своей совести. Вот это вот, и вот это вот мешается тут. Шляпу свою достала. Это, кстати, по-моему, от Фаберлик. Но эту шляпу вообще покупала мама давно. Она ей не очень, и она мне ее отдала. А мне она очень. Единственное, она только хороша вот так на пляж выйти. Потому что в городе это не совсем мой стиль. Мне кажется, по такую шляпу надо длинные платья. Хотя она великолепно сочетается у меня вот с льняным таким сарафан-платье. Ниже колен тоже, видите, достала. Это, кстати, да, это все вещи летние подоставала из органайзера. И тоже буду отпаривать. Именно отпаривателем, не утюгом, отпаривателем. Вот здесь у меня... Ой, 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 ничего не видели. В таком органайзере хорошеньком, огромном. Он очень удобный. Это, по-моему, сайт «Все на местах». Тоже давно уже покупала. Или даже мне их присылали на обзор. Вот честно не помню. Потому что на сайте «Все на местах» много органайзеров, штучек всяких я покупала за свой счет. А есть вещи, которые мне присылали на обзор. То есть я и сотрудничала с ними, и покупала самостоятельно. Ну, потому что у них классные вещи. Короче, неважно. В общем, такой органайзер сейчас. Мне вот это все, вот это все надо отпарить. Ну, кроме вот этой юбки. Ее уникальная юбка. Ее хоть как, хоть вот так вот пожмякай, ей ничего не будет. Она не мнется. Кардиган тоже не мнется. Приготовила уже швабру с тряпкой. Сейчас буду полы мыть. Пропылесосила. И вот надо, оп, помыть полы. Обожаю ее. Она моя самая верная помощница. Не надо спину гнуть. В общем-то, я этим сейчас и займусь. И начну я с гардеробной. Так, девочки, тоже просят и просите показать гардеробную. Вот это вот очень опасно. Сейчас был трюк. Не дай бог, об стенку, об угол и хана краски. Я вам так мельчко покажу, потому что, потому что здесь вы видите полный завал. Вот просто полный завал. Поэтому я не спешу вам ее показывать. Поедем в Икею, наберу органайзеров. И вот это все уйдет по боксам, по каким-то ящичкам, чтобы вот эта вот пестрота не портила мне настроение, когда я захожу в гардеробную. Конечно, какие-то вещи будут открытые, те, что пользуемся каждый день, все-таки это как шкаф, полка. А какие-то будут уже в боксах. Ну вот все, когда куплю, расставим, покажу вам обязательно. Вот так это все выглядит. Вот он, отпариватель стоит. Кстати, видите, удобно. Я на него чехол надеваю. И он и не пылится, и никому другим не мешает. Кстати, вот еще тоже чехол большой на свою стремянку. В общем, как-то так, друзья. Тесновато. Единственное, у меня хорошо организовалась вот эта полка и низ. Здесь у нас живет робот-пылесос. У него там зарядное устройство. Тут пока стоят временные мои бегудяшки. Ой, там тоже спрятали кое-что. Здесь все приспособления к роботу-пылесосу. Он же еще и полы мыть умеет. И вот здесь. Хорошо организовала я полку для сумок мужа. Идеально тут все влезло по размерам. Вот у него просто много всяких штук. Причем он каждый день ходит с рюкзаком. С таким, в который влазит у него макбук. Но это на какие-то другие случаи. То есть вот эти большие сумки, они у нас служат для переезда или путешествий. Потому что здесь как раз ноутбук, провода хорошо складываются. И мы их берем, когда едем куда-то. Именно вот такие сумки. Эта сумка его тоже переносная. Какое-то время он прям с ней балдел, ходил именно с этой сумкой. Сейчас ему удобно с рюкзаком. А вот у него еще сумочки. Ну, короче, хватает. И да, и рюкзак, который всегда принял. Вот. И мне надо как-то бы такую тоже полочку, кстати, для моих сумочек. Здесь вот у меня хорошо, я так хочу косметику организовать. Но вот косметика здесь. Именно до тех пор, пока у меня не появится туалетный столик. Я думаю, что как раз-таки она уйдет. Когда будет туалетный столик, туда в ящике. Кнопка уйдет, потом я в гостиную повешу. Когда у нас будут там полки, уже оборудуем ее. А здесь я, наверное, тоже сделаю себе организацию сумок. Всяких. Рюкзачки, сумочки. Мне тоже уж надо. Как бы. Ладно, все. Остальное не буду показывать, потому что там, да, такой бардак. Ой, ой, ой. Так, а куда я пошла? Надо же стремянку вытащить. И будем полы мыть. Вы еще здесь? Вы еще не переключились? Смотрите, как здорово. Я одной рукой держу камеру, другой рукой. Опачки! С высоты своего роста не нагибаясь. Я шикарно мою. Здесь, на самом деле, в гардеробной очень чисто, потому что я частенько, поскольку здесь одежда, я постоянно с тряпочкой. Ну, не постоянно, но периодически, короче, протираю здесь хорошенько все именно тряпкой. Маленькой такой у меня я уже приспособила. Поэтому здесь у меня чисто. Ну, поскольку я сейчас мою полы, не лишним будет здесь тоже промыть. Все-таки это комната, где много вещей, мелких, одежда и так далее. Все. А, да, девочки спрашивали про вентиляцию. Как таковой вентиляции нет в гардеробной, но потому что есть естественная вентиляция под дверью. Она прям в пол не упирается. Далее, у нас гардеробная вот в таком виде достаточно редко. Обычно она у нас вот так прикрыта. То есть всегда идет естественная вентиляция. Более того, каждый день утром я, Настя, открываю гардеробную, окно и все проветривается. И вечером проветриваем. То есть я частенько, когда вот дома, когда какие-то дела делаю, я открываю именно на естественное проветривание. Что касается тумбочек. Вот тумбочки, может быть, мы будем покупать не под кровать, а такие, знаете, как больше это прикроватные столики. Какие-нибудь, может быть, не знаю, легкие, воздушные. Если есть какие-то идеи, что-то где-то видели интересное, вот что впишется, наверное, под фреску и светленькое, можете мне ссылки присылать, не знаю, в личку куда-нибудь. Буду признательна, потому что тоже смотрю, но что-то пока как-то... Да и некогда на самом деле сейчас смотреть. Вот так это все выглядит. Подушки декоративные. Они, слушайте, они такие удобные, я их себе тут составила. На них так хорошо облокачиваться. Вот если я хочу отдохнуть, немножко там книжку почитать или взять телефон, поотвечать на комментарии ваши. Слушай, я прям, знаете, себе моя ортопедическая, на которой сплю, вот на эту облокачиваюсь, и еще вот эти. Так удобно, слушайте, я заваливаюсь, как в такое мягкое кресло. Так что я себе отжала на время. Конечно, когда мы будем демонстрировать гостям комнату, то я красиво разложу, чтобы оно все со шторками там сочеталось. Но пока так. И швабра. Короче, ладно, девчонки, пошла я мыть полы. Рада была с вами поболтать. Следующие кадры, ждите следующие кадры. Небольшие покупки канцелярии на третий класс. На самом деле, конечно, у нас не входило в планы прямо сейчас это все закупать в начале лета. Но именно сейчас скидки, какие-то распродажи и цены еще нормальные. Ну, потому что все начинают закупаться там, мне кажется, основная масса в июле, в августе. А сейчас я попала на скидку, берешь что-то там на тысячу рублей и тебе 20% за вот всю покупку. Так что я решила на тысячу рублей набрать. Все равно это будем покупать, все равно будем на это тратить. Так, начнем. Что? Краски, акварель. Еще взяла пастель. И смотрите, такие красивые оттенки. Но ребенку не зашло. Он стал жаловаться, что неудобно ими рисовать. Зато я попробовала и мне понравилось. Так что я себе это заберу. Потом буду рисовать. Такого лизуна у меня выпросил ребенок. Но у нас лизун за часть выполненных работ по читательскому дневнику. Далее. А, так, эти краски я уже показала. Два маленьких клея. Две ручки автомат. Две линейки деревянные. Надо будет еще их закупить. Сереже нравится именно деревянная линейка. Были у него пластиковые. Но он сказал, нет, мне ими неудобно. Ему нравится деревянная. Потому что на них можно что-то рисовать, чертить, грызть, ломать. Ну, в общем, мальчики. Мальчики такие мальчики. Ну, они недорого стоят. Ладно уж. Пусть хочет ребенок. Просит деревянные. Так что закупаю несколько линеек. У меня вот еще оставались такие, несколько принадлежностей канцелярских. Вот карандаши простые оставались. Тут тоже пару ручек автомат. Большой клей-карандаш. Две резинки. Ну, еще чем-то пользуются. В частности, клеем еще Андрюша пользуются. Так, из тетрадок пока взяли только три тетрадки в клетку. 18 листов. И три тетрадки в линейку. У них уже крупная линейка пошла. Обложки. Обложки забрала все. Там что-то мало оставалось. И они плотные. Мне очень нравится. Потому что я вот смотрела, как ребенок пользуется. И такие тоненькие обложки убиваются очень быстро. Вот эти плотные ему хватило надолго. Но все равно, конечно, тетрадки все это поцарапалось. Мы поэтому обложки эти ликвидировали. А вот новенькие плотные обложки. Прям удобные. Удобные. Мне они нравятся. И дневник школьный. Светится в темноте. Этот дневник выбрал Сережа сам. Конечно, этот дневник стоит, слушайте, 377 рублей. По сравнению с обычным, почти в два раза дороже. Но Сережа увидел его. Ему понравилось. Все, мама, я хочу такой. Он, конечно, твердый. Точнее, плотный. И вот в мягкой такой упаковке. Ну, как сама обложка. То есть сюда не надо уже отдельно вот такую обложку. Светится в темноте не проверяли. Но в целом здесь все, что надо, есть. Есть даже, вот, пожалуйста, можно фотографию наклеить. И есть расписание уроков. Ну, наверное, стандартно, как во всех дневниках. Ну, такое оформление. Есть даже небольшие шпаргалки. Их не так много, но есть. Тут по геометрии, но ему рановато. Ну, по русскому языку, по математике есть некоторые шпаргалки. В общем, как-то так. Ну, ладно, порадовала ребенка. Он так его просил, просил. Все, с этими у меня здесь еще на фоне. Я продолжаю разгребать коробки, разгружать. Так, переносная органайзер. А, вот это я приготовила для ванной комнаты. Отнесу для хранения. Единственное, вот эта расчесочка уберу. А, и вот мурашки, наши мурашки. Такая штука классная. Мне кажется, она, наверное, у многих есть. По голове водишь, по волосам. Я сейчас говорю, и у меня прям мураши. Очень нравится. Единственное, приятно, когда тебе кто-то. Делает такой массаж сам себе. Очень быстро привыкаешь. И как-то нет такого, нет таких мурашек. Вот когда кто-то тебе так, эх. Дети вообще от нее скукоживаются. Так смешно. Ну, прикольная штучка нам, когда кто-то дарил. Я уже не знаю. Так, вот это все у меня уходит сейчас в ванную комнату. Там это будет храниться. Ах, достала свою аромалампу. Вот тоже достала декор. На кухню отнесу сейчас. Прям так хочется уже все украшательством заниматься. Вот тоже ведерко для украшательства. Это моя канцелярия такая. Еще и еще давнешняя. А, и вот у нас комодик. Тоже с канцелярией. Здесь карандаши, мелкие. Это детям все. И здесь у нас какие-то карандаши, значки. Тоже, в общем, ничего такого серьезного. Тоже, в общем, ничего. Тоже, в общем, ничего. В общем, ничего. Все, представлены. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон